Всем привет и добро пожаловать на канал 4 плюс 7. Сегодня я вам покажу, как мы будем делать фуражилку для нашего попугая. Для этого нам понадобится кокос. Из кокоса нам необходимо вылить сок. Для этого мы сделаем отверстие с торца с помощью ножниц и вылили уже сок. В стаканчик. Затем мы будем пилить его на две равные части с помощью ножовки. Мы сделали надрез с помощью пилы по всей окружности кокоса. Теперь будем его разламывать на две половинки. Теперь мы будем извлекать мякоть кокоса, потому что нам нужны будут, соответственно, пустые чашечки. Таким же способом будем извлекать мякоть из второй половинки кокоса. Также потом мы поверхность зашкурим от волокон при помощи наждачной бумаги, чтобы кокос у нас был гладкий и ровный. Но можно бы делать это необязательно, но мы решили сделать мякоть. Промыли, по возможности его просушили. Теперь к нижней части фуражилки мы будем крепить жердочку. Фиксировать ее будем с обратной стороны при помощи самореза. Теперь с помощью сверла мы будем делать отверстие верхней части нашего кокоса. По возможности будем стараться делать его по центру. По центру. Окей, здрасте. Вторая скорость. Вот такой вот косяк у нас получился. Первый блин комом. Ну, будем сейчас думать, как бороться с этой проблемой. Так как у нас первый блин оказался комом, мы одну половинку кокоса все-таки испортили. Поэтому у нас все повторилось тут заново. В общем, был куплен еще один кокос. Сделали, в общем, все по старой схеме. Конечно, можно было решить эту проблему следующим образом. Можно было бы просто склеить вот эту вот недостающую часть. Но я все-таки посчитала, что рисковать не стоит, поскольку фуражилка используется для питания. Эту игрушку туда кладут все-таки продукты. И клей может быть токсичен и вреден. Поэтому мы ее и будем, может быть, использовать в других наших игрушках. Выбрасывать пока не будем. Продолжаем наш опыт в изготовлении данной игрушки. И сейчас будем делать отверстие по центру. Будем стараться в этот раз ничего не испортить. Ура, ура! Со второй попытки все получилось. Теперь будем крепить. Это мы решили мисочку прикрепить как нижнюю часть. Она более глубокая. Низ мы закрепили. И теперь будем делать отверстие в верхней чаше. Будем его рассверливать до более-большего длина. Вот что у нас получилось. Вот такая фурожилка у нас вышла. Внутри мы поставили ограничение с помощью штрапса. Чтобы верхняя часть чашки плотно не закрывалась. Хром, пластиковый такой. Ну да, вот такой пластиковый хром. Дорогой, погромче, пожалуйста, тебя не слышно. И защелкивается. Вот, лишнее откусили. Теперь сверху можно надевать верхнюю часть кокоса. И таким образом она плотно закрывается. Для тех, кто не знает, для чего служит фурожилка. Это такая развивающая игрушка. Как правило, она используется чаще всего для средних и крупных попугаев. Но можно использовать ее и для мелких. Только тогда уже придумывать какие-то другие свои идеи. Вовнутрь, значит, этой фурожилки можно класть любимое лакомство вашей птицы. То есть там фрукты, орехи, сухофрукты, какие-то, может быть, овощи. В общем, все то, что любит ваша птица. И птица должна додуматься, каким образом достать лакомство. То есть это развивает ее и умственные способности, и физические. То есть она всегда может и поднять верх чашки, достать содержимое оттуда. Можно ниже опустить. То есть все зависит от размера птички, от вашего желания. Наверх был вкручен вот такой крючок. Он у нас сверху замкнутый. Заранее, чтобы не треснула палка. Не знаю, слышно или нет, что мой скромный муж говорит. Надеюсь, что да. Посылили, говорю, отверстие, чтобы заранее, чтобы не треснула палка. И вкрутили туда крючок. Вот. И к этому крючку, значит, мы будем цеплять уже карабин. Карабин, скорее всего, у нас будет также прикреплен к цепочке. А простая, незамысловатая игрушка получилась у нас. Очень легкая в своем исполнении. Я надеюсь, что будет очень интересная для птицы. И будет ее использовать по назначению. Поэтому вдохновляйтесь нашими идеями. Создавайте свои шедевры. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. И до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok